Сокройте глаза И сделайте несколько медленных, глубоких вдохов, чтобы расслабить разум и тело. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот, дышите очень глубоко, медленно и равномерно. Ритмично вдыхайте и выдыхайте, пока не погрузитесь. Здесь и сейчас. Погрузившись в настоящее, вы попадаете в мир без крайних возможностей. Итак, индукционная техника части тела. Теперь осознайте пространство, которое занимает в пространстве губы. И ощутите объём, который занимают губы в пространстве. А теперь осознайте пространство, которое занимает в пространстве челюсть. Почувствуйте объём, который занимает челюсть в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимает в пространстве щёки. Почувствуйте плотность пространства, которое занимает в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимает в пространстве нос. Ощутите объём, который занимает нос в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимает в пространстве глаза. Ощутите объём, которое занимает глаза. в пространстве. А теперь обратите внимание на пространство, которое занимает в пространстве верхняя часть головы, лоб и виски. Ощутите объём, который занимает в пространстве лоб и виски. А теперь сфокусируйтесь на пространстве, которое занимает лицо. Ощутите плотность пространства, которое занимает ваше лицо в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимает в пространстве ушей. Почувствуйте объём, который занимает в пространстве вашей ушей. Переведите осознанность на пространство, которое голова. Ощутите объём, который занимает в пространстве голова. голова. А теперь осознайте пространство, которое занимает в пространстве верхняя часть корпуса. голова. Ощутите плотность пространства, которое занимает грудь, ребра, сердце и лёгкие. спина, лопатки и плечи. Ощутите объём, который занимает в пространстве верхняя часть корпуса. А теперь ощутите пространство, которое занимает в пространстве верхняя часть корпуса. От плеча до кисти. Почувствуйте их вес в пространстве. Ощутите плотность пространства. которые занимают плечи, предплечья, локти, запястья, кисти. Дальше. Ощутите вес в пространстве. Ощутите вес пространства, которое занимает верхние конечности от плеча до кисти. Теперь сфокусируйтесь на пространстве, которое занимает в пространстве нижняя часть корпуса. Живот, ребра, бока, нижняя часть спины, поясница. Ощутите объём, который занимает в пространстве вся нижняя часть корпуса в пространстве. Теперь переведите внимание на плотность пространства, которые занимают ваши нижние конечности, ягодицы, область паха, бёдра. Ощутите вес пространства, которые занимают колени, щиколотки, ступни, большие пальцы ног. Почувствуйте пространства, которые занимают нижние конечности в пространстве. А теперь осознайте пространство, которое занимает в пространстве всё тело. Почувствуйте плотность пространства, которое занимает всё ваше тело в пространстве. Теперь ощутите пространство вокруг тела. Почувствуйте объём, который занимает пространство вокруг вашего тела, в пространстве. Осознайте пространство, в котором расположено это пространство. В пространстве. А теперь переведите внимание на пространство, которое занимает пространство комнаты в пространстве. Почувствуйте объём пространства, которое занимает комната в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимает всё это пространство в пространстве. В пространстве. Почувствуйте объём пространство, которое занимает это пространство. В пространстве. Вас наполняет энергия могущественного сознания, которое даровало вам жизнь. И испытывает к вам бесконечную любовь. Когда ваша воля совпадает с его волей. Ваш разум совпадает с его разумом. А ваша любовь к жизни совпадает с его любовью к вам. Оно не может не откликнуться на ваш сов. Оно внутри вас и повсюду вокруг вас. Вы обязательно получите подтверждение того, что ваши усилия не остаются незамеченными. Преодолевая внешнюю среду, вы преодолеваете жизненные обстоятельства. Становитесь выше заученных чувств. Мысленно превосходите собственное тело и само время. Вы словно прикасаетесь к мантии божества. Ваша судьба становится отражением высшего разума. Вы творите ее вместе с ним. Но для этого вы должны относиться к себе со всем уважением и любовью. Помните, что нельзя создать новое будущее, не освободившись от эмоций прошлого. От какой эмоций вы хотите отучиться? Вспомните, как ощущается она в теле. И распознайте состояние разума, который обычно вызывается ею. Пора обратиться к высшей силе внутри нас. Расскажите ей о себе и перечислите все, что вы хотели бы в себе изменить. Открыто выскажите, каким вы были и что скрывали от окружающих. Мысленно поговорите с высшим сознанием. Помните, что оно абсолютно реально. И оно уже и так все о вас знает. Но эта сила никогда не осудит вас. Она испытывает к вам только любовь. Обратитесь к высшему разуму с такими словами. Универсальное сознание внутри меня и вокруг меня. В своей жизни я был таким-то и таким-то. Сейчас я искренне хочу выйти из этого ограниченного состояния бытия. Пора освободить тело от роли разума. Устранить разрыв между видимостью и сущностью. И раскрепостить застоявшуюся в теле энергию. Освободите тело от привычных эмоциональных связей, которые приковывают вас к знакомым предметам, людям и местам из прошлого и настоящего. Настало время высвободить энергию. Я хочу, чтобы вы вслух произнесли название эмоции, которую желаете изменить и устранили ее из тела и из своего мира. Итак, назовите ее. Теперь нужно передать проблему высшему разуму. И попросить, чтобы он разрешил ее наилучшим для вас образом. Можете ли вы уступить контроль более могущественной силе, которая уже знает ответы на все вопросы? Ставитесь на милость безграничного разума и помните, что его существование реально. Он взирает на вас с благовением и всегда готов помочь, но не может начать действовать, пока вы его об этом не попросите. Так оттайте свою проблему на откуп всеведущему сознанию. Просто распахните дверь, передайте сверток с эмоцией и отпустите ситуацию. Позвольте высшему разуму собрать ваши ограничения. Обратитесь к нему с такими словами. Безграничный разум я передаю тебе. Назовите эмоцию. Пожалуйста, забери ее у меня и преврати эту эмоцию в крупицу мудрости. Освободи меня от оков прошлого. А теперь почувствуйте себя так, словно высший разум уже освободил вас от названной эмоции. А теперь нам нужно сделать так, так, чтобы ни одна мысль, ни одна эмоция и ни одно действие, которые способны вас вернуть к прежнему я, не проскользнули бы незамеченными. Для этого нужно осознать прежде неосознаваемое состояние разума и тела. Какими мыслями обычно сопровождалось это чувство? Какие внутренние голоса раздавались у вас в голове? Что они говорили? И к какому голосу вы не хотели бы прислушиваться впредь? Понаблюдайте за собственными мыслями. А теперь начните отделяться от подсознательной программы. Как вы когда-то себя вели? Как вы разговаривали? Досконально изучите автоматические состояния, чтобы они никогда больше не ускользнули от вашего сознания. Объективируя субъективный разум, то есть наблюдая за программой со стороны, вы больше не являетесь с ней одним целым. Ваша цель – достижение осознанности. Напоминайте себе, кем вы больше не хотите быть. От каких мыслей, чувств и моделей поведения планируете отказаться? Выявите все аспекты прежней личности и просто понаблюдайте за ними. Твердо решите стать другим человеком. И запомните, как ощущается энергия этого решения. А теперь поиграем в игру «Меняю». Вам нужно будет представить три жизненные ситуации, где есть риск возникновения прежних чувств, и во всех трех ситуациях сказать вслух «Меняю». «Меняю». Первая ситуация. Раннее утро. Вы принимаете душ, мысленно готовитесь к новому дню. И внезапно замечаете, что к вам подступает привычное чувство. «Меняю». Заметив, сразу громко скажите «Меняю». «Меняю». Все верно, его нужно изменить. Потому что это чувство не является проявлением вашей любви к себе. «Меняю». И вам не нужно снова подавать генам прежние сигналы. «Меняю». Как вам известно, когда нейроны перестают активироваться вместе, они утрачивают связи друг с другом. «Меняю». И вы вольны это контролировать. А теперь представьте следующую ситуацию. «Меняю». Середина дня. Вы куда-то едете на машине. И вдруг к вам снова подступает чувство, которое обычно влечет за собой ряд привычных мыслей. «Меняю». Как вы поступите? Вы громко скажете «Меняю». «Меняю». Все верно. Его нужно остановить. Потому что здоровье и счастье незмеримо важнее сиюминутного удовольствия, которое вы испытываете, поддавшись позыву. А кроме того, эта эмоция никогда не являлась проявлением любви к себе. «Меняю». Каждый раз, когда вы меняете состояние разума, разрываются старые нейронные связи. И вы меняете воздействия на гены. Еще один раунд игры «Меняю». «Меняю». Вы готовитесь ко сну. Вот вы разобрали постель и уже собираетесь лечь. «Меняю». Как вдруг снова подкатывает чувство, искушая вас вернуться в рамки прежней личности. Как вы поступите? Вы громко скажете «Меняю». «Меняю». Все верно. Нейроны, которые больше не активируются одновременно, рассоединяются. Подавая одни и те же сигналы, одним и тем же генам, вы вредили себе. А никто и ничто на свете этого не стоит. И вы вольны это контролировать. А теперь переведите осознанность на свое обновленное тело. В обновленной среде и в новом измерении времени. Когда вы почувствуете, что готовы, вернитесь на бета-частоты. Теперь можете открыть глаза. Редактор субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok